Посмотрите, какая апрель. Я ненавижу шоппинг в Монако. Я умею выглядеть очень круто, одевая юбки или платье. Я мечтаю носить кюлоты, вот такие, но я их никогда не одену сама, только если мне кто-то соберет образ, человек, которому я реально доверяю, вот, потому что мне кажется все время, что я выгляжу как-то не так в очень трендовых вещах. Я обожаю такие костюмы, но сама я его тоже никогда не одену, потому что я предпочту платье. Не знаю, я против таких вещей. Я против мешковатых вещей, потому что я считаю, что любая вещь, какая бы она ни была стильная, она должна подчеркивать либо достоинства, либо переделывать, переводить недостатки в достоинства. Я снимала обложку для своего последнего номера для журнала The Glam Mag, но мешковатых вещей не было. В этом, я считаю, можно замуж выходить. но если по отдельности, очень даже, мне кажется, можно замиксовать. Хотя, на первый взгляд, наверное, может показаться, что это мой стайл, но это не мой. Сладский я люблю, это моя слабость. А как вам зеркальце? Свет мое зеркальце, скажи. Посмотрите, какая прелесть. Такое бы я не одела никогда. Хотя, такие сережки реально подойдут для инстаблогера. Потому что people have it то, что выглядит хуже всего. Поэтому, девочки, вам на заметку, если вы очень хотите стать популярными в социальных сетях, то нужно выбирать необычные экстравагантные вещи. Юлечка, привет. Привет. Я тебя очень рада видеть у себя дома. Скажи, пожалуйста, ты к нам надолго? Нет, на один день. На один день? Пролетом, залетом? Да, но я рассчитывала остаться подольше, но мне, я сегодня, как только приземлилась, сразу узнала, что мне нужно лететь завтра в Париж. А ты на какое-то мероприятие едешь, да? Да, у меня вообще, у меня такой плотный график, у меня несколько показов будет, и потом вечером тусовка. Я поняла. С блогерами, со звездами. В общем, с корабля на бал, тебе надо составить комплект, да? Я правильно поняла тебя, да? Да, что-то, что-то очень, скажем, нетипичное. Ты готова себя увидеть в каком-то другом образе, может быть? Это то, вот к чему я стремлюсь, стремлюсь. Я никак не знаю. Я даю сразу, будет низкий ход, твой нелюбимый. Я готова отдаться тебе и следовать за тобой. Ну, хорошо, будешь идти у меня на поводу. Юлечка, ну как тебе? Ты знаешь, у меня такие топдули были в детстве. Воспоминания Прованс, вот лавандовые поля, лавандовые оттенки, все дела есть. Мы немножко здесь колосков дали, вот. У тебя все как бы, ну, в общем, ты вся в тренде. Я думаю, ты будешь в своей тарелке, в своем месте. Я думаю, что да. Я типа с лазурного берега, но типа патриотка Украины. Ну, типа да. В данном случае здесь я тебя удлинила с помощью разницы длины. Ты все равно не уходишь от глэма, понимаешь? Это твой образ. Тебе нельзя весь там взять и в лен тебя закопать полностью, да, там надеть, замиксать. Нет, у тебя вот все играют все равно вот эти нотки. Вот даже Саба, ты заметь, что это все равно гламурная история. Саба, да. Очень люблю металлики. Даже если кто-то говорит, что иногда я слышу, что металлик-перебор, я не верю. Ну, это смотрится круто и очень привлекает внимание. Да. Всегда такое. Лук потрясающий. Это мои цвета, мне очень идет и очечь и крути. Я думаю, что я буду звезда, как всегда. Я буду звездой, как всегда. Я звезда. Ленок. Да. Ну, лук зашел. Лук зашел. Зашел. Класс. Куда пойдет? Слушай, ну, я могу, я могу на интервью пойти. И еще непонятно, кто у кого будет брать интервью. Тоже так думаю. Ну, скажи мне, что вот в этом луке для тебя вообще такое самое необычное, что ты вообще никогда не носила? Ты знаешь, сочетание гороха и клетки. Вообще, я называю вот этот фасон оса. Вот. Потому что вот это платье, оно абсолютно подойдет практически всем типам фигур, да. Вот, ну, относительно стройным девушкам тоже, в том числе. Очень хорошо сделает вашу талию, подчеркнет бедра и очень красиво акцентирует плечи. Ты у нас вообще прекрасная по фигуре. Ну, ты стала такая, знаешь, как вот, женщина-оса. Си-си. Попа. Чего? Главное. Знаешь, как вот я прочитала недавно, в мире, где все кардашьян, будь Грейс Келли. Да. Вот. Я вот считаю, что вот как раз вот тот случай, когда вот ты не похожа там на всех, как бы, ну, и мы тебе еще немножко только обертку сделали, другую. Ну да, ну нельзя же прямо под шаблон. Сейчас есть девочки, которых можно перепутать, потому что они похожи друг на друг. Леночка, ну ты вообще попала. Я тебя чувствую реально королевой. Французский шик. Ну, наша задача выполнена. На миллион процентов. Обувь огонь. Огонь, все горит. Все, как тебе надо, все, как нам надо. Ты видишь, какая-то сегодня разная была. У нас три лука и все три противоположно кардинально разные. Ты мне скажи, что тебе все-таки по духу ближе? Ты знаешь, я тебе скажу так, что вот два последних это вообще мои. Хотя вот несмотря на то, что во втором образе там очень много всего смешано, я себя очень в нем комфортно чувствовала. Этот образ, ну, как бы, он такой более мне привычный, потому что у меня почти вся жизнь проходит. Ну, здесь. И, а-а-а, отдельное спасибо за кюлоты. Да, которые ты наконец-то... Я первый раз умерила кюлоты, ну, мне правда очень нравится. Ты полностью где-то в стиле драма. Вот, второй наш лук был тоже замиксован с элементами драмы, поэтому вот эти вот перчинки были, как бы, тебе собрала весь лук воедино, да? Там немножко выглядела комбинация в горох, там какая-то брошка. Ну, платьев, цветочек, и это абсолютно не твоя история, поэтому тебе гармонично. Спасибо тебе большое, и когда я буду в следующий раз, я обязательно зайду просто так, просто собрать образы для повседневной жизни. Да, приходи и приезжай. Субтитры сделал DimaTorzok